Пастернак Но есть сорта, которые по-разному адаптируются в зависимости от почвы и климата. Опыление Соцветие пастернака представляет собой зонтик, состоящий из мелких цветков, в основном обоеполых. Между тем тычинки, мужские половые органы, созревают раньше пестика, женского полового органа. Так что в одном цветке нет самоопыления. Но так как цветки не распускаются одновременно, может произойти самооплодотворение в одном и том же зонтике или между двумя зонтиками одного растения. Также происходит оплодотворение между зонтиками разных растений. Пастернак является растением с аллогамным типом опыления, а насекомые – основные опылители, в основном двухкрылые, чешуекрылые и божьи коровки, которых привлекают зонтики, часто заселенные тлей. Пастернак также может скрещиваться с диким пастернаком. Во избежание межсортовых скрещиваний две разновидности пастернака выращивают на расстоянии около 300 метров друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 100 метров, если между сортами существует естественный барьер, такой как живая изгородь. Можно также использовать сортовую изоляцию с помощью противомоскитных сеток, которые открывают поочередно, через день, или же с помощью ульев с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Смотрите про этот метод в разделе «Механической изоляции» в основах семеноводства. Цикл развития пастернака Выращивание семенных растений в первый год вегетации такой же, как и для пастернака, предназначенного для потребления. Но они дадут семена только на второй год выращивания. Прорастание семян в начале сезона может быть долгим, до трех недель. При наличии созревшего растения существуют различные методы хранения зимой пастернака для производства семян. Можно выкопать корни будущих семенных растений осенью. Их нужно выбрать в соответствии с характеристиками сорта. Цвет, форма, крепость, жизнеспособность. Корнеплоды очищают, не используя воды. Срезают ботву над корневой шейкой и дают им высохнуть. Потом их хранят в погребе. В течение зимы необходимо тщательно осматривать корнеплоды, чтобы устранить те, которые гниют. Легче всего оставить растения на садовом участке. Пастернак – одно из самых выносливых растений и может оставаться в земле даже в холодных регионах. Его вкус даже улучшается благодаря морозу. После окончания сильных морозов корнеплоды выкапывают и отбирают семенники. Ранней весной корни повторно сажают, закапывая их так, чтобы корневая шейка находилась на уровне или немного ниже уровня земли, на расстоянии от 60 до 90 сантиметров между семенными растениями. Близкое расстояние посадки между семенными растениями уменьшает количество третичных зонтиков, семена которых имеют низкое качество. Для поддержания хорошего генетического разнообразия необходимо минимум 15-20 семенников. Субтитры создавал DimaTorzok Семеник пастернака это высокорослое растение, способное в хороший год достигать двух метров высоту. Поэтому иногда необходимо их подпереть или подвязать к опоре. Пастернак формирует несколько зонтиков, но они не цветут одновременно. Первый, называемый первичным, находится в кончике основного стебля. Другие зонтики, которые развиваются от основного стебля, называют вторичными. Зонтики, расположенные на прилегающих стеблях, называют третичными. Рекомендуется собирать предпочтительно первичные зонтики, так как они дают лучшие семена и только при необходимости вторичные зонтики. Зонтики срезают с небольшой частью стебля. Когда первые спелые семена начинают осыпаться. Можно собирать семена и раньше, ибо они очень легко падают на землю. Во всех случаях рекомендуется продолжить сушку в сухом и проветриваемом помещении. Извлечение, сортировка и хранение семян Извлечение семян производят растиранием зонтиков руками. Следует одевать перчатки, потому что семена выделяют эфирные масла, которые могут вызвать волдыри под лучами солнца. Для сортировки семян сначала используют грубое сито, которое удерживает отходы. Затем мелкое сито, которое удержит семена и удалит пыль. Потом семена нужно веять, то есть подуть сверху, чтобы избавиться от последних отходов. Всегда помещайте этикетку с названием сорта, вида и года урожая прямо в пакетик, потому что иногда надпись на пакетике может стереться. Пребывание в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожит личинок некоторых паразитов. Семена пастернака обладают силой всхожести всего в течение года, но это можно продлить, храня семена в морозильной камере. Один грамм семян содержит около 220 зернышек. Семена пастернаков гостя Семена при железума Медиère Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...